Добрый день дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и Шитье. И сегодняшняя наша встреча посвящена нестандартной фигуре. Не будем много говорить о причинах выбора такой темы, просто начнем сразу разбираться. Итак, все мы хорошо с вами знаем, что такое фигура стандартная. Это наша барышня выглядит примерно вот таким вот образом. Все пропорционально, нигде нет ничего лишнего. В то же время читается четко очень плечевой пояс, линия груди, линия талии, линия бедер. Все округло, все симпатично, все красиво. Вот так она выглядит спереди. Вот так наша барышня может выглядеть сбоку. Если она у нас стандартная или условно типовая, то вот этими выступающими частями, грудь, живот, лопатки и ягодицы, она примерно касается двух вертикальных линий, которые проведены параллельно друг другу и перпендикулярно линии талии. Эта фигура у нас стандартная. А теперь рассмотрим примеры других картиночек. Итак, первая наша картинка, это, например, выступ живота. Давайте посмотрим на такую барышню. Вот так выглядит выступ живота. Посмотрите, все хорошо узнаете. И нам нужно посадить свое платьишко таким образом, чтобы оно внизу у нас не вздергивалось на передней половинке. Нужно разбирать вот такие вещи. Следующая наша тема, это могут быть узкие бедра. У меня на картинке это нарисовано следующим образом. Вот моя картинка. Плечи широкие, плечевой пояс широкий, а бедра, наоборот, очень узкие. Ну и как пример, Леночка нам поставила вот такую вот картинку. Следующее. Выступ груди. Наша барышня имеет достаточно выраженный выступ груди. Пожалуйста, это выглядит вот таким образом. И лишняя ткань у нее под грудью. И это все нужно забирать. Следующая наша барышня. Вот такая. Выступ лопаток. То есть отсутствие ягодиц и слабо выраженной ягодицы. Получится у нас вот такая вот. Если пример посмотреть, вот такой вот пожилые люди часто бывают сутулившиеся. И ягодички у них как бы немножечко усыхают. Вот такой вот внешний вид у нее. Следующее. Выступ ягодиц. Вот так выглядит выступ ягодиц. И вот это характерный пример такой картинки, когда ягодицы выступают, а в области лопаток у нас идет такая вот история. И следующее. Просто полная фигурка. Посмотрите, фигурка просто полная. Она ровненькая. Никаких особенностей мы не видим. Вот эта фигура. Фигура с нижними. С нижнего типа называется широкие бедра. Где она у нас фигура с широкими бедрами? Вот на этой картинке у нас фигура с широкими бедрами. Видно, что бедра относительно груди значительно шире. Нужно разобраться, какие одежды идут такой барышни. Следующая картинка. Ну вот это просто. Это фигурка, у которой и выступ ягодиц есть, и выступ груди есть. Видите, вот это надо все убрать, расправить. Если бы футболочку мы расправили, мы бы явно увидели наклон фигуры вот такой. Не вертикально она стоит, а вот такой вот наклон фигурки. И это тоже, конечно, надо изменять. И это нужно править. Вот эта барышня у нас просто с очень сильным прогибом по спинке. Она ровненькая, она хорошая. Ничего у нее не выступают. Лопатки, ягодицы примерно на одном уровне. Но, тем не менее, прогиб по спинке большой. Фигура называется перегибистой. И мы про такие фигуры тоже будем говорить. Вот, собственно говоря, и все, что мне хотелось вам рассказать о классификации нестандартных фигур. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. В следующей нашей встрече мы будем говорить конкретно о каждой особенности. Жду ваших вопросов. Всегда ваша Галина Коломейко. Спасибо.